всем привет я вон там он туда приехал на 171 это вот хабаровская улица потом как-нибудь займусь этим гальяна вам района сейчас пока но я сюда по делам приехал и думаю раз приехал то давайте хоть по уссурийской пройдемся вот это вот сейчас уссурийская будет и там она переходит в какую-то еще дорогу и потом там налево и короче до метро щелковская так вот кино вам сниму выхину тут много автобусов 227 или 223 223 и третьих гармошки ходят прямо одна за одной надо будет принять во внимание этот факт и так нибудь но не знаю летом может быть тот ну прогулки вообще зимой не комфортно мне ходить особо ну хоть дороги чистят но как-то все равно слякоть жижа многие мокрые промокнуты все и заболеешь поэтому ну и кататься с другой стороны тоже есть большой шанс того что у автобусов грязные стекла будут такие вот многоэтажные длинные дома на ту сторону мне вот в тот дом нужен попасть вот такая вот уссурийская улица я думаю тут ничего такого нету но просто прогуляемся как раз я отсюда и приехал приобрести пауэрбанк вот и все для прогулок там он просто такой специфичный не просто как обычная как раз зимой камеры там на в камере у меня 850 миллиампер аккумуляторик а пауэрбанк на 4 и как раз есть вероятность того что сейчас проверю посмотрю рассчитываю что там можно будет как раз и снимать и заряжать от вару банка ну то есть не выключая микрофон то есть там разъемчик есть если вот он заработает то получается я могу ходить с микрофоном ну в ветреную погоду три раза больше поэтому сейчас я тут зайду одну подъезда с этой стороны хорошо из электробуса вышел я там как раз холодно было но не так как на улице но градусов 15 наверно уши начинали мерзнута ну ясен фиг я же хрен знает где вообще хрен знает где можно оказаться не выходя из москвы тут погода хорошая у них прям весенние солнышко не то что у меня там но далековато до метро конечно тут посмотрим как раз прогулка до метро это будет происходить поэтому увидим посмотрим так ну ладно я паузу тут нажму сейчас встречу с человеком посмотрим его предложение может быть я не смогу отказаться и совершим сделку а потом уже дальше включусь пауза пока тут вот так она работает сначала или да или потом ставил но микрофон не работает через эту всю конструкцию переходить это ну видно просто заряжать как-то но ну кстати тут это лопаты вот кто желает почистить можно парковочное место вот удобно но я продолжаю прогулку свою прибарахлился немножко ну не получилось снять ну смысле купить то что хотелось то есть вот этот powerbank он так не заработал как я планировал чтобы и микрофончик работал получается он да нормально там типа пауэрбанк пауэрбанк но микрофончик к нему не подключить вот вот заканчивается улица в смысле дом 14 школы тут сугробы такие вот небольшие самолеты летают так лучше есть выбор лучше по ступеньке безопаснее сейчас прохладно уже будет я думаю успеем пройтись по уссурийской улице тут правда снимать особо нечего показывать но для истории так варежки надо надеть а то что-то холодно ветер подул ветер еще зимний такой так дом 12 даже 10 уссурийской так и вторую варежку так это я не знаю как и какая улица что-то там написано все со блин я слепой уже старый ну там разберетесь так но автобусы тут не очень как-то ходят по этой уссурийской то ли их мало то ли вот солнышко уже закат такой красивый блин хоть на солнце посмотреть это тоже давно не видел его на тут длинные такие дома для фанатов домов не могу сказать какая серия там год постройки я до такого еще не дошел но до сайта где дома фотографирует уже дошел ну просто сегодня я без фотоаппарата я так вот сфоткал бы этот дом и на сайт ну для себя во-первых видео это хорошо а фотографии когда есть и видео и фотографии еще лучше ну вот я боюсь блин что-то я как-то прям психанул улица что-то не короткая нифига вот в итоге не получилось ну не заработало он просто заряжает ну может ходить и заряжать можно ну снимать и заряжать но это можно и обычный пауэрбанк он и дешевле стоит закат вам он и дешевле стоит и и более емкий на полгода красота не знаю как там камера кстати по поводу солнца так и наверно давайте завернем бешмак по асфальту тут ходить не интересно давайте завернем в парк потому что домов тут тоже нету чтоб снимать это вот типичная шестнадцатиэтажка я даже считать не буду таких много с лоджиями я узнаю как лоджии от балкона уже отличаются балконы выпирают а лоджии вровень блин подтаяло ой 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 и лучше теперь идти по снегу вот когда такая а то за день подтаяло скользко ну вода текла по асфальту чистому а сейчас ветер и похолодал и поэтому тоненькая корка льда и видно вроде что асфальт чистый но он очень скользкий вот получается примерно так вот блестит все пойдешь и поэтому лучше вот пойдем пруд кстати такой неплохой у меня до конца пруда надо идти будет интересно летом тут наверно здорово хотя деревьев то особо и нету на лодочках я не знаю катаются тут не катаются тут вот дорожка типа мягенькая резиновая крошка типа бегать чтобы амортизация была не по асфальту а здорово да классно жалко что с солнце минут через десять скроется чистит дворников много с лопатами там второй радиус это мы по широкому радиусу идем видимо по данному это что открытое пространство то что ветер вот дует прям в лицо мне ну в туловище в лицо в ноги в руки чем идем против ветра тогда здесь хорошо что-то кстати даже этих магазинов с красными есть пятерочка то еще магниты на каждом в каждом доме тут не в каждом доме классно идти по этой дорожке она мягенькая пружинит так резиновенькая и луна светит ну в смысле как светит она не светит но это кто не знает она только отражает свет солнца но кажется что как будто светит как будто фонари без проводов беспроводные фонари вот смотровая площадка и фестивальная площадка и межрегиональная ярмарка ничего есть мало деревьев конечно зелени мало не мне немножко от березок есть конечно интересно будет посмотреть как летом выглядит это скейт-парк типа вероятно всего вы здесь где мы здесь темно шахматы какие-то там еще будут ну вот как я предполагаю сейчас так вот вокруг обойдем полукругом и потом вот там тот замок какой-то и там вот в сторону щелковской будем двигаться и хорошо будет люблю против шерсти ну смысле и сейчас все люди поедут из центра домой а я наоборот в центр сейчас вагоны метро будут пустые он до 223 один за одним ходят надо будет улица камчатская откуда они едут ракосовского или выхину ну короче надо как-нибудь потом вот она захочу здесь погулять когда уже будет наверно когда листики на 223 приеду сюда на разминка хорошо все ходят носом шумыгают но не исключение а покупки в общем по покупке взял ремень портупея можно сказать уже даже такая там были разные варианты для фотика в общем был просто как ремень на пояс и туда можно гофры от объективов там запихивать как типо строительный такой мне не нравится не понравился там у него много выбором мужичок занимается у него видно там пол алиэкспресса из китая заказывает и чуть дороже продает здесь так ну там я не знаю тоже автобус ходит какой-то на не знаю что за улица я иду по уссурийской ну в смысле шел а сейчас на обможе другая улица потому что я видел она там одна переходит в другую но это потом я разберусь вот какой-то замок ну это ярмарка выходного дня наверно сейчас вот такие делают не просто палатки а вот такие замки вот ну то есть фотик тяжелый уже шею натирает поэтому надо что-то какое-то другое и вот я решил решил да тут он каток улица вот она так и идет полукругом мы так полукругом и ведем каток здесь все по-взрослому вон тракторы катается не просто какой-то колхозный такой а вот такой со светом музыкой трактором он заливают тепленькой водой поливают и такой кстати трактор милого деревню было бы здорово так и сколько он ты 200 300 стоит нам 400 ну блин это я не знаю мечты картошку копать фермерские продукты московские ярмарки хотя бы вот мне но мотоблок я что-то я как-то не знаю мини трактор до мотоблок ну такое такой вот комплекс и такой вот парк здорово чай почищена везде все я буду выходить дальше на улицу у нас песковато нужно быть аккуратненьким храм какой-то не знаю новодельный работает не работает сквер гальянова а ясно но мы так полукруглый мы идем там должно быть круговое движение и мы так прямо и пройдем и все по памяти интернет у меня в телефоне нету поэтому карты мобильных нету бумажную карту с собой таскать уже как-то не очень храм храм священномученика патриарха ермогена не знаю кто это строится вот в общем алтайская улица налево а мы прямо идем кирпича не в этом нам закрасит или я не знаю вообще-то белый по идее храма так вот она алтайская блин а вот вот ветер сейчас да и батарейки садятся и вот хорошо бы было бы как раз пару банк с возможностью работы микрофона так сейчас придется отключать что за улица по которой я иду горы снега уральская улица то есть получается уссурийская переходит в уральскую но уже ближе к москве уже из тайги на урал пришел все ближе и ближе я пока не рассказал что я купил в общем через плечо такое че че через плечо че ремень через плечо и чтоб потик висел ну и два ну вариант двойной короче с двух сторон по фотику но у меня два фотика есть просто когда что-то буду снимать можно будет чтобы объективы не менять можно два фотоаппарата использовать вот и они вот по бокам будут висеть и удобно а когда два объектива не нужно будет из этого ремня можно одинарный сделать поэтому одинарный ремень 800 рублей кажется стоит а двойной 1050 вот я взял так как тут лучше по этой стороне давайте и пойдем вот круговое движение иначе скоро метро уже ну примерно столько же сурийская хабаровская алтайская скажется в общем все тут такое название а это байкальская улица что-то с непривычки уже устал уже устал так идем байкальская улица мороженое мороженое нет спасибо не в этот раз все давай да сугробы тут намело и вот авто в автобусе битком людей тут видно район такой ну щелковское метро и все а тут то еще куча домов и поэтому наверно щелковскую еще остановку надо делать 12 москва и ешь карала ничего себе и ешь карала надо включать зарядку 12 регион это ешь каралы ну вот и вынужден я включить внешний микрофон смысле внутренний 223 тоже битком ну короче тут все битком по вечерам а это чё это кассимов город привет город кассимов не знаю где вы находитесь первый раз слышу все равно привет да тут в основном одни гармошки но правильно людей много вот в общем этот ремень взял для фотика еще 71 тоже уже садичьих мест нет сейчас замерзли и все и каток сейчас пока еще нормально и взял в общем этот не в сакшопе нет не то что вы подумали а у того же мужичка и для камера ну то есть я еще если будет время буду ездить в эти рязани тулы владимир и на электричках а там не то что в тверь за полтора часа там уже три-четыре часа ты что в руках не держать присосную стеклу шлеп и все и будет снимать а вы как я придумал чётенько тоже 800 рублей стоит и вот в общем он так вот потихонечку помаленечку так она нарастает я конечно не ною в горку ну монетизировать вот то что хотя бы 7 рублей 30 копейку в месяц получать с ютюба вот это я не знаю что за улица но тоже наверно какая-то но смысле не название есть поэтому хотя бы на мелкие расходы я уж не говорю там чтобы квартиру купить на метро китай-город чтобы там камеру поставить там за 200 миллионов или еще чё там квадрокоптеры чтоб летать там везде хотя бы так батарейки интернет и всякой вот приблуды камеры и все хотя бы это что покупалось не но я не ною все равно все будет но так будет приятнее я же не буду опускаться до того что просто включать стримы и на весь экран делать полоску донаты собирать попрошайничать это уже ни в какие ворота не годится попрошайка я не было не воду никого вот но вот и мы пришли возможно там она это улица уральская ранее нам заканчивается на ту сторону не идет там уже парковые там всякие вот эти вот я думаю вот она закончила здесь то есть уссурийская уссурийская и уральская по ней мы сегодня прогулялись ну а я в метро и все домой обедать в пять часов вечера шесть такие штуки здесь понастроили какой-то муравейник блин тут мне не нравится много народа у нас все вон автобус штурмуют смотрите что происходит куча прям людей проходной автобус здесь под метро по своим разъехаться по всему этому району вот приходится на автобусе ну это ты снимал уже это мы когда здесь на 171 он здесь заезжал заезжал да но областничковую маршруту да все стекла грязные на них до лета можно даже и не смотреть вот на такси да кто это на автобусе все стоят пахнет как-то по щелковски тут не так как у меня на районе много нерусских много русских да вообще всех много я такой один маленький стою тут а я себя вижу я себя увидел ну да тут автобусы в эту ишкаралу там вот поэтому тут так вот все много людей разных национальности и тут же автовокзал типа вот какой-то автобусе в шестьдесят восьмой но я чё-то не вижу автовокзал что тут какая-то какая-то хрень но я не вижу но он есть но смысле если я не вижу то не значит что его нет он где то есть но просто просто я его не вижу все ладно пока до скорого до новых встреч а 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